Тенатианал Инкерест, США, печальная история попытки России построить космический шаттл, Кайл Мизоками, Тенатианал Инкерест, США, 12 сентября 2019 года. Главная, программа Буран, над которой некогда усиленно трудилось столько талантливых людей, и на которую было потрачено столько средств из советской казны, теперь превратилась в примечание в истории освоения космоса. Жесткое соперничество между США и Советским Союзом заставляло эти две страны соревноваться друг с другом не только на Земле, но и по всей Солнечной системе. Хорошие идеи или, если точнее, хорошие для того времени идеи часто перенимались, если они позволяли повышать престиж Вашингтона и Москвы. Из всех идей, которые были скопированы в период космической гонки, самой любопытной, и самой дерзкой, была идея создания советского космического шаттла. Целью американской программы Space Shuttle, спа Чешутле, было создание космического корабля, который служил бы недорогим челноком многоразового использования между Землей и низкой околоземной орбитой. Такой шаттл мог доставлять военные и гражданские грузы в космос, выполнять функции лаборатории для проведения научных экспериментов и переправлять экипажи и посетителей на орбитальные космические станции и обратно. Этот проект, в рамках которого шаттлы совершили десятки полетов за период их срока эксплуатации, стал настоящей гордостью для американцев и ярким примером мягкой силы. Москва уже несколько лет знала, что Вашингтон ведет работу над собственной программой создания космического корабля многоразового использования. Такие проекты, как X-20D и NSR, раскрыли намерения Америки. Проект Space Shuttle был одобрен в 1969 году, чему способствовал успех НАСА в отправке миссии Аполлон к поверхности Луны. Тот факт, что СССР не принялся немедленно за разработку своего проекта, достаточно любопытен. Возможно, советские власти сомневались в технической осуществимости проекта по созданию космического корабля многоразового использования. К 1976 году американцы уже активно строили два шаттла. Прототип Shuttle Enterprise уже полностью пригодный к эксплуатации Колумбия. Тогда, вполне возможно, вдохновленной уверенностью американцев в успехе, советское руководство запустило свою программу «Буран». Это случилось в феврале 1976 года. Программа «Буран» включала в себя две части – создание космического корабля «Буран», а также новой ракеты-носителя «Энергия», которая должна была доставлять его в космос. Разработкой ракеты-носителя занималось научно-производственное объединение «Энергия», и она должна была выполнять функции тяжелого транспортного самолета и доставлять космический шаттл на орбиту. «Энергию» представляла собой двухступенчатую ракету. Первая ступень должна была состоять из четырех стартовых двигателей RD-170, а центральный ракетный блок – из четырех двигателей RD-0120. Общая масса этой ракеты составляла 2400 тонн, и она могла доставить на околоземную орбиту до 110 тонн. Во время своего первого полета, который состоялся 15 марта 1987 года, «Энергия» должна была доставить в космос экспериментальное лазерное оружие «Полюс Скиф». Хотя сам запуск прошел успешно, «Полюс Скиф» самопроизвольно изменил траекторию полета и рухнул в Тихий океан. Между тем инженеры продолжали работу над советским шаттлом. Советские и американские шаттлы были очень похожи внешне, как по размерам, так и по форме основных частей. У «Бурана» было такое же дельтовидное крыло, размещенное под таким же углом, носовая часть такой же формы, такие же орбитальные ускорители, расположенные в носовой и других частях шаттла. В рамках советской программы разработчики воспользовались чертежами американского шаттла, добытыми КГБ. На пике реализации этого проекта над созданием «Бурана» работали более 150 тысяч инженеров, ученых и других сотрудников. Однако между американским и советским шаттлами было одно ключевое различие. У шаттла, созданного в США, было три главных двигателя, обеспечивавших тягу при взлете, в то время как у «Бурана» их не было вообще. Американский шаттл использовал эти три двигателя и пару твердотопливных ракетных ускорителей, чтобы достичь орбиты. Между тем у «Бурана» эти функции должны были выполнять двигатели энергии. То есть фактически «Буран» представлял собой бездвигательный планер, который был оснащен только небольшими рулевыми двигателями, позволявшими корректировать направление движения в космосе. Первый запуск «Бурана» был назначен на 29 октября 1988 года. Поскольку это был тестовый полет, на его борту не было космонавтов. Пусковой стол и башня обслуживания не отделились вовремя, в результате чего бортовой компьютер отменил запуск. Вторая попытка, предпринятая 15 ноября, оказалась успешной, и, проведя час на орбите, челнок успешно приземлился в Советском Союзе, на одну секунду позже, чем планировалось. Программу «Буран» признали успешной, и, вполне возможно, работа над ней продолжилась бы, если бы холодная война длилась и дальше. К сожалению, момент оказался чрезвычайно неудачным. В Советском Союзе уже начался серьезный и в конечном счете фатальный экономический кризис, и «Буран» так больше и не взлетел. НПО «Энергия» не пережила распад Советского Союза, и три оставшихся шаттла бросили. Сам «Буран» был уничтожен в 2002 году, когда на космодроме Байконур обувалился ангар. Другой шаттл до сих пор находится на Байконуре, а третий – на авиабазе в Жуковском. Программа «Буран», над которой некогда усиленно трудилось столько талантливых людей, и на которую было потрачено столько средств из советской казны, теперь превратилась в примечание в истории освоения космоса. Кайл Мизоками – специалист в области обороны и национальной безопасности. Живет и работает в Сан-Франциско, а его статьи публикуют такие издания как «Дипломать», «Фаригн Полич», «Уарис Баренг» и «Дайл Эбяст». В 2009 году он стал одним из создателей блога «Опенсечу Ритуач». Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.